Фёдор Достоевский. «Белые ночи». Сентиментальный роман из воспоминаний мечтателя. «Иль был он создан для того, чтобы побыть хотя мгновение в соседстве сердца твоего?» Иван Тургенев. «Ночь первая». «Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое звёздное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя, неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Это тоже молодой вопрос, любезный читатель, очень молодой. Но пошли его вам, Господь, чаще на душу. Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить и своего благонравного поведения во весь этот день. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня одинокого все покидают, и что все от меня отступаются. А ну, конечно, всякий вправе спросить, кто же эти все? Потому что вот уже восемь лет, как я живу в Петербурге, и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему мне знакомство? Мне и без того знаком весь Петербург. Вот почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых три дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается. Пойду ли на Невский, пойду ли в сад, брожу ли по набережной ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же месте в известный час целый год. Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю. Я коротко их знаю, я почти изучил их физиономии и любуюсь на них, когда они веселы, и хандрю, когда они затуманятся. Я почти свел дружбу с одним старичком, которого встречаю каждый божий день в известный час на фонтанке. Физиономия такая важная, задумчивая. Все шепчет под нос и махает левой рукой, а вправо у него длинная сучковатая трость с золотым набалдашником. Даже он заметил меня и принимает во мне душевное участие. Случись, что я не буду в известный час на том же месте в фонтанке, я уверен, что на него нападет хандра. Вот отчего мы иногда чуть не кланяемся друг с другом, особенно когда оба в хорошем расположении духа. На Медне, когда мы не видались целые два дня и на третий день встретились, мы уже было и схватились за шляпы, да благо опомнились вовремя, опустили руки и с участием прошли друг подли друга. Мне тоже и дома знакомы. Я ходил много и долго, так что уже совсем успел по своему обыкновению забыть, где я, как вдруг очутился у заставы. В Медне стало весело. Я шагнул за шлагбаум, пошел между засеянных полей и лугов, не слышал усталости, не чувствовал, но чувствовал только всем составом своим, что какое-то бремя спадает с души моей. Все проезжие смотрели на меня так приветливо, что решительно чуть не кланялись. Все были так рады чему-то, все до одного курили сигары. Я был рад, как еще никогда со мной не случалось. Точно я вдруг очутился в Италии, так сильно поразила природа меня, полубольного горожанина, чуть не задохнувшегося в городских стенах. Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петербургской природе, когда она с наступлением весны вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы опушиться, разрядиться, упестриться цветами. Как-то невольно напоминает она мне ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какой-то сострадательной любовью, иногда же просто не замечаете ее, но которая вдруг на один миг как-то нечаянно сделается неизъяснимо, чудно прекрасную, а вы, пораженный, упоенный, невольно спрашиваете себя, какая сила заставила блистать таким огнем эти грустные и задумчивые глаза, что вызвало кровь на эти бледные и похудевшие щеки, что облило страстью эти нежные черты лица, отчего так вздымается эта грудь, что так внезапно вызвало силу, жизнь и красоту на лицо бедной девушки, заставило его заблистать такой улыбкой, оживиться таким сверкающим, искрометным смехом. Вы смотрите кругом, вы кого-то ищете, вы догадываетесь. Фёдор Достоевский, Белые ночи. Белые ночи.